Универньюз приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. Прямо сейчас речь пойдет об интересных событиях из жизни Казанского федерального. Меня зовут Аделя Шамилова и мы начинаем. Альма-Матер, как же велика твоя история. Старейшему вузу России исполнилось 213 лет. Университет Ниегата и Казанский федеральный открывают новые возможности. Групповой этап спорта Киады КФУ подошел к концу. Хороших новостей не может быть много, поэтому этот выпуск мы начнем с одного из самых приятных для всего студенчества Республики события. В преддверии дня рождения Альма-Матер магистрант КФУ принес вузу очередную награду, завоевав почетное звание студент года России 2017. В финал, который проходил в Крыму, попали порядка 200 участников из 62 регионов Российской Федерации. Очевидно, такая победа досталась Нафису нелегко, но это того стоило. Универ ТВ присоединяется к поздравлениям, но на этом интересные новости не заканчиваются. А вы знали, что университет Ниегата и Казанский федеральный можно смело называть вузами и близнецами? А теперь только вдумайтесь, что будет, если взять и объединить их усилия? Ответ на этот и многие другие вопросы ищите в нашем следующем сюжете. Приятно отметить, что университет Ниегата и Казанский федеральный весьма похожи. Во-первых, по структуре. У обоих вузов не только большое количество институтов, но и сохранены и традиционные факультеты. Во-вторых, оба вуза одинаково уделяют пристальное внимание исследовательским проектам. Все вышесказанное подтверждает состоявшийся деловой визит японских коллег в КФУ. В течение дня делегация японского вуза ознакомилась с возможностями биомедицинского кластера Казанского федерального, исследовательскими корпусами, центром симуляционного и имитационного обучения, анатомическим музеем, клинической базой с историей медицинского образования и науки в Казани, начавшейся в Казанском университете. Университет Ниегата рассматривает возможности расширения сотрудничества с КФУ, выходящей за пределы медицинского направления. Сейчас задача на будущее состоит в том, чтобы определить, на каких биомедицинских темах сходятся интересы двух вузов, и уже исходя из этого, формировать будущие совместные исследования. Но все это не просто слова. Цели и планы закреплены в соответствующем соглашении, которые заключили обе стороны в рамках визита. Согласно меморандуму и договоренностям сторон, взаимодействие будет предусматривать академические обмены исследователей и студентов биологических и медицинских специальностей. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Нивер Ньюс. В Казанском федеральном состоялся конкурс выступлений на японском языке. Что ожидает заслуженного победителя конкурса, расскажет Артем Тупичкин. 18 ноября Институт международных отношений и истории и востоковедения Казанского федерального университета провел 8-й казанский конкурс выступлений на японском языке бунсей. На конкурсе свои речи представят 21 участник. Речи подготовлены на различные темы. После представления речи участникам будут заданы вопросы, приглашенными преподавателями из различных вузов России. Однако это японские преподаватели. В роли жюри выступили преподаватели Уральского федерального университета японского фонда в Москве, а также представитель японского центра в Нижнем Новгороде. Участниками конкурса выступили студенты Казанского федерального университета, а также японского центра Сейко. Их оценили по следующим критериям. Глубина и оригинальность речи, произношение, грамматика и ответы на вопросы жюри. Победитель конкурса отправится на стажировку в Японию. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универ Ньюс. Приучать к труду и решению задач в стрессовой ситуации необходимо ребенка с детства. Участие в Олимпиадах с раннего возраста только положительно скажется на успеваемости школьника, считают родители и организаторы. С юными участниками пообщалась и наш корреспондент Анна Гузунова. И узнала их мнение на этот счет. Проверить свои знания по математике, русскому окружающему миру и английскому языку можно было на Олимпиаде Винкет. Казанский федеральный университет открыл свои двери для полутора тысяч юных участников Олимпиад. Родители ждут и волнуются, пока ребенок пишет предмет в кабинете. Всего на решение заданий дается один час. За партами школьники со второго по восьмой классы. Кому-то, чтобы выполнить задания, приходится серьезно подумать, а кто-то решает задачки с легкостью. Своими впечатлениями школьники поделились и с нами. В окружающем форуме у тебя было все задания решено? Все. И они легкие. Можно сказать, все легкое было. Все примеры были легкие. Сейчас уже написала математику и английский, и еще остался русский. Так много предметов ты не узнаешь? Нет, я вообще школа отличница. Вообще мне нравятся задания, то, что там разные, есть легкие, есть сложные. Сомневался, ну остальные более-менее, кроме того, что какое растение оказывает первую помощь при порезе. Я сомневался, крапива или математиха, но выбрала уж математиху. Многие родители со своими детьми приезжают на Олимпиаду уже не в первый раз. Воспитать в ребенке, во-первых, чувство ответственности. То есть они попадают в стрессовую ситуацию и уже сами оценивают, как они могут с ней справиться. В том числе и подготовка к тестированию, которая намечается в девятом, в отделком классе, ЕГЭОГЭ. Ждем мы результат очень всей семьей с нетерпением. Иногда расстраиваемся, иногда радуемся. Разработанная Казанским федеральным университетом онлайн-система winky.ru очень уникальна. Она позволяет отслеживать динамику роста знаний, умений и навыков ребенка. У них в системе есть свой кабинет, где все это фиксируется. И по факту выхода со школы или по факту окончания того класса, какой он есть, они все это могут выгрузить и получить себе олимпиадное портфолио. У каждого из участников оказался свой любимый предмет. Если одному не нравится математика, то это вовсе не значит, что другому она не придется по душе. Я очень люблю математику и у меня очень хорошо получается с окружайкой. Английский мой любимый предмет и мне как-то он легко дается. Интересно изучать английский просто. Все участники получат дипломы с указанием своих баллов. Результаты будут известны уже в течение недели. Анна Глазунова, Леонард Авлитяров, Универньюз. Групповой этап спартакиада КФУ подошел к концу. Каковы итоги, расскажет Олег Кашин. В Казанском федеральном университете закончилась спартакиада по волейболу. В соревнованиях приняло участие 17 команд институтов, включая Набережно-Челнинские и Елабужские институты. По результатам игры группового этапа в полуфинал вышли 8 команд. Сам же финал прошел в день рождения Казанского федерального университета 17 ноября. Первое место в спартакиаде по волейболу заняла команда Института вычислительной математики и информационных технологий. Эта победа дает право на участие в товарческой игре с командой преподавателей и сотрудников университета. Матч приурочен к празднованию дня рождения КФУ и пройдет 26 ноября в спортивном комплексе «Бустан». Олег Кашин, Леонард Авлитяров, Универньюз. Казанскому университету исполнилось 213 лет. За два с лишним столетия из альма-матера вышли тысячи специалистов, многие из которых стали выдающимися учеными. А некоторые имена мы до сих пор несем сквозь века. Как студенты отметили праздник, расскажет Диана Шилова. Университет – это большой дом, в который прошлое встречается с настоящим и будущим. И не бывает бывших выпускников. 213 лет – много это или нет. Студенческий клуб Казанского университета – организатор концерта хоть и не дал ответ на вопрос, но машину времени изобрести попытался. Был сначала императорский университет, потом Казанский государственный университет, а с 2010 года мы имеем статус Казанского федерального университета, статус федерального университета России. И все эти три периода развития нашего университета для нас очень важны. И мы гордимся, что в каждой из этих периодов жили и работали питомцы Казанского университета, которые внесли огромный вклад в развитие мировой науки, образования, имена которых золотыми буквами вписаны в истории науки мира. То, что так университет стремительно развивается, достигает новые высоты, заслуга всех нас, наших профессоров, преподавателей и наших студентов. Зрители пришли на концерты, а оказались на публичной лекции по истории вуза. Только вместо преподавателей трибуны были экраны, на которых регулярно показывали познавательные видеоролики. Студентов и их преподавателей, административных работников, гостей КФУ, объединилась история «Альмаматор». Казанский университет – один из старейших университетов России. С момента основания он заявил себя как центр науки, образования, культуры огромного региона, от Поволжья до Дальнего Востока и с честью принес всю миссию через века. Сегодня это самый крупный университет России. Лейтмотивом концерта стала мысль о том, что университет – большой научный дом, где есть место всем – выпускникам, нынешним студентам, преподавателям и научным сотрудникам, многочисленным гостям. История Казанского университета, дела и поступки его выпускников, и тех, кто здесь обучается, изучить и понять никогда не поздно. На этом все на сегодня. Не забывайте следить за нами в социальных сетях и оставайтесь с нами на одной волне. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова